Добрый вечер! На канале Россия 1 прямой эфир с Рашидом Тимрезовым. Я с большим удовольствием приветствую в нашей студии главу Карачаева Черкесии Рашида Борисбевича Тимрезова. Добрый вечер, Рашид Борисбевич. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, уважаемые земляки. Я рад сегодня в очередной раз провести уже ставшей такой традицией прямую линию с жителями нашей республики. Для меня и для моих коллег очень важно иметь такую прямую связь и слышать те сегодня отчаяния, пожелания, услышать непосредственно от людей те проблемы, которые сегодня беспокоят наших граждан. И в первую очередь хотел бы высказать всем жителям нашей республики огромное спасибо за такую активную позицию в жизни нашей республики. И то, что вы сегодня переживаете за то, как наша республика развивается. Но прежде чем приступить к нашему общению, хотел бы кратко проинформировать, как мне кажется, на сегодняшний день по самому главному вопросу, это эпидситуация. Мы сегодня наблюдаем такую определенную стабилизацию. Я это вижу в том, что у нас сегодня меньше госпитализированных. Мы закрываем некоторые госпитали. Сегодня функционируют 5 госпиталей на 700 человек, но 30% свободного коечного фонда. При этом знаю проблему, которая сегодня есть, в том числе по некоторым лекарственным препаратам. Но правительство республики, Министерство здравоохранения, Карачаево-Черкесия очень активно работает и с поставщиками, и с Минпромторгом, Министерством здравоохранения Российской Федерации. И мы до конца года будем полностью обеспечены, и в текущее время будем полностью обеспечены необходимыми препаратами, которые сегодня нам нужны. Но все-таки основное, как мне кажется, пришли все специалисты и медики, и, я думаю, что и самое главное, жители республики, к тому, что самое главное – это вакцинация. На сегодняшний день в республике вакцинировано порядка 160 тысяч человек. Это примерно около 55% под плановых показателей. Но мы с вами четко должны понимать, что чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, чем быстрее мы начнем прививаться, тем быстрее мы сможем побороть эту пандемию, эту заразу. Вот что я хотел сказать. Рашид Борисбеевич, я хочу напомнить нашим зрителям, что вопросы мы начали собирать заранее, и они продолжают поступать в эти минуты в наш колл-центр, который вы можете видеть прямо за нашей спиной. Итак, у каждого жителя Карачао-Черкесии есть возможность задать свой вопрос главе республики по многоканальному телефону. Также присылайте свои видеообращения через мессенджер WhatsApp по номеру 8-918-709-99-90. Если позволите, приступим к накопившимся вопросам. За время горячей линии к этому моменту к нам поступило более 500 обращений, в том числе посредством мессенджера WhatsApp, который мы впервые в этом году используем. Это видеообращение главе республики. И вот давайте первое видеообращение посмотрим. Добрый вечер, уважаемый глава нашей прекрасной Карачаева-Черкесии. Я к вам обращаюсь с большой помощью и надеждой. Я пенсионерка, мне 70 лет, Щелканова, Любовь Ильинична, проживающая в станице Преградной, улица Псикенская, номер 6. Вопрос такой, газификация нашей станицы. Мы уже полтора года как по улицам у нас прокопали, вложили трубы, но не сдают наши ГРП. Большущая улица Псикенская, Проточная, Горная, Петрушкова. Весь этот участок не афицирован, ничего не это самое. И мы не знаем, дождемся мы его когда-нибудь. Я пенсионерка, мне так хочется пожить как человеку, не искать эти дрова, где их купить, где их заказать, нанять кого-то. Я живу одна, что мне делать? Помогите, пожалуйста. Спасибо большое за ваш вопрос. Есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, чтобы до газификации до жилых домов мы жителям подвели бесплатно. Я знаю эту ситуацию. Мы на самом деле вообще голубое топливо пустили в Урубский район в 2014 году. Это было такое событие очень знаковое. Но теперь самое главное, чтобы к людям в дом пришел газ, голубое топливо. И я знаю эту ситуацию, особенно по Преградной. И вот там ГРП-4 у нас, по-моему, мы в следующем году пустим газ в дома всех жителей. Поэтому не переживайте. Я сам этот вопрос проконтролирую и приеду это все сам проверю. Рашид Борисбевич, наши телефоны просто разрываются от звонков. И вот первый дозвонившийся. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло, меня слышно? Слышно, говорите. Алло, здравствуйте. Спасибо большое, что подняли трубочку. Салам алейкум, Рашид Борисбевич. Вас беспокоит Шамиль Хубиев. Я в данный момент нахожусь на Донбайе. И вот у меня такой вопрос. Наши курорты становятся все более популярными и уже конкурируют с зарубежными местами отдыха. Но у нас в Донбайе нет таких культурных площадок, куда бы мы могли приходить отдыхающие, смотреть концерты, выставки, участвовать в каких-то мастер-классах, рассказывающих о наших национальных традициях и колорите. Можно на это обратить внимание и хоть на нашем курорте построить дом культуры? Спасибо. Да, Шамиль, рад слышать. Зная лично вас и ваши переживания, особенно в области культуры, мы приняли решение в следующем году начать строительство Дома культуры на 300 мест. Вот нас в этом вопросе поддержало Министерство культуры Российской Федерации. И было обращение нашего сенатора, мое обращение, которое поддержано еще и Советом Федерации. Я думаю, что мы в течение следующего года Дом культуры построим в Донбайе и запроектируем Дом культуры еще и в Архызе. Поэтому в следующем году, надеюсь, мы с вами будем участниками открытия Дома культуры в поселке Донбай. Спасибо за вопрос. Следующий – это Тулемисов Муса Исаевич из поселка Иркен-Шахар. Ногайского района просит оказать содействие в проведении ремонта дороги по улице Кочубея в поселке Иркен-Шахар. Это подъезда к социально значимому объекту Ногайской центральной поликлиники. Если такой вопрос стоит, меня слышит и глава района, и наш профильный министр строительства, и вице-премьер, и самый главный представитель правительства. Я думаю, что такое поручение мы прямо сейчас дадим, чтобы в следующем году рассмотрели выделение средств и, самое главное, ремонт дороги из средств резервного фонда, дорожного фонда Карачаево-Черкесской республики. Кичарукова Софья Манафовна из Черкеска адресовала следующий вопрос. На вязанном рынке Черкеска по улице Ленина 340А нет парковочных мест. Площадь рынка не асфальтирована, протекает кровля, в непогоду там слякоть. Берут арендную плату за торговые места, но при этом нет распределения торговых точек, которые располагаются хаотично. Они занимают места ранним утром, загораживают проходы. От того, что берут плату, условия не улучшаются. Когда же наведут порядок? Я думаю, что здесь надо обратить внимание мэрии города Черкеска. Это все-таки объект частный. Я считаю, что те взаимоотношения между частником, арендатором и арендодателем не должны быть вне поля зрения муниципалитета. Я думаю, что сейчас меня Алексей Олегович слышит и обратит на этот вопрос внимание. Люди, которые исправно платят арендную плату, они должны получать соответствующие услуги. Поэтому и там же посмотреть, может быть здесь уже городу есть. Городу надо будет помочь. Город, чтобы помог в плане отведения места для парковочных мест. Может быть вообще подумать о переводе так называемого рынка в другое место, более комфортабельное, с подъездными путями и так далее. Но я думаю, что мне в ближайшее время Алексей Олегович доложит эту ситуацию. Но то, что людей оставлять один на один с этими проблемами, проблемами уж точно нельзя. У нас сейчас звонок в студию. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Алло. Да-да, говорите. Мы вас слышим. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Брамова Рима, житель Аула Адыгихабль. У меня такой вопрос к вам. Из-за ежегодного подъема воды в реке Малый Зеленчук, за критических отметок, возникает у нас опасность потопления живых домов, земельных участков. Возможно ли решить эту проблему жителей Аула и отремонтировать дамбу на реке Малый Зеленчук у нас в Ауле Адыгихабль? Ну, по моей информации, Министерство природных ресурсов республики с соответствующей заявкой обратилось в правительство Российской Федерации. Она поддержана. Это касается не только Аула Адыгихабль и не только капитального ремонта дамб, но еще и по многим у нас, нашим населенным пунктам, это еще и русло регуляционной работы. И вот то, что, как я информирован, что в следующем году капитальный ремонт дамбы в Ауле Адыгихабль на Малом Зеленчуке начнутся работы. Спасибо вам. А, вот мне подсказывают, что у нас видеообращение готово. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Акулова, дом 7. Обращаемся к вам решить нашу жилищную проблему, так как наш дом рушится и он аварийный уже. Хотели бы узнать, когда у нас будет расселение, в доме сырость, гребок, нет горячей воды, дом не обслуживается, люди болеют. Обратите, пожалуйста, на нас внимание. Я в курсе данной проблемы и при сдаче в новом микрорайоне города Черкеска, вот так называемом северном, люди из дома Гутякулова, дом 7, будут расселены в новое современное комфортабельное жилье. Спасибо. Казаева Карина из Черкеска задает вопрос. Сейчас практикуется использование портала госуслуг для записи к врачу, получения загранпаспорта, регистрации транспорта. А будет ли в республике возможность записать ребенка в первый класс онлайн? Мы готовим еще более 80 услуг, которые будут введены на портал госуслуг. И, конечно, я считаю, что это очень удобно, когда родители могут записать своего ребенка и в детский сад, и в школу. И выходя из дома. И выходя из дома. И, конечно, мы введем одну из 80 услуг такую, в том числе, вот запись в первый класс и в детский садик уже в следующем году. Спасибо. Хапаев Альберт из Черкеска интересуется, когда будет открыт стадион «Нарт», а также планируется ли благоустройство дороги вокруг пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Я недавно разговаривал с мэром города, с министерством строительства. Конечно, это популярное место, если говорить о дороге вокруг пруда «Зеленый остров». И очень много людей у нас активно занимаются физической культурой и спортом. Мы приняли решение о том, чтобы сделать дорогу, дорожку для ходьбы, в том числе и велосипедную дорожку, так, чтобы и освещение. А стадион «Нарт», он в высокой степени готовности. Из-за, опять же, эпидситуации мы его пока не открываем. И планируем мы его открыть в празднование столетия нашей республики. Об этом мы чуть позже поговорим. В сентябре 2022 года будет официальное открытие. У меня есть такие мысли с приглашением туда знаменитых спортсменов, команд. Ну, чтобы такой вот прям праздник при открытии получился. Здорово, спасибо. Многодетная мать из Аула Красный Восток, Каблахова Рита, адресовала вам вопрос. Уже ребенку исполнилось два года, а землю на третьего ребенка до сих пор не выдает. Вот говорят, нет земли в районе, просят выдать деньгами, если нет земли. Вообще, этот вопрос очень популярен в последнее время у нас. Ну, он не то, что популярен, он актуален и очень важен. И я считаю, что мои коллеги, главы городов, районов, на самом деле, принимают все возможные и невозможные там меры. И очень к этому достаточно серьезно подходят. Я обязательно переговорю с главой Малокарачаевского района, потому что я знаю его такую личную и ответственную позицию по всем этим вопросам. Тем более, он сам многодетный отец. Я думаю, что мы решение обязательно найдем, посмотрим. Либо в каждом населенном пункте реально тяжело в связи с географическим ландшафтом и так далее, и так далее. Но я думаю, что в ближайшее время у меня информация будет, и заявителя он лично пригласит, пообщается и вообще этой проблеме уделит пристальное внимание. Спасибо. А у нас сейчас звонок в студию. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Наталья, добрый вечер. Сейчас наш разговор слышит и мэр города Черкеска. Я думаю, что он до конца года, даже может в течение следующей недели, вопрос с приобретением инвентаря для секции обязательно решит. Рашид Борисович, вам обращаются жители дома номер 85 по улице Международная, Черкеска. Хотим узнать о судьбе нашей многострадальной спортивной площадки. Узнав, что она непонятно почему не входит в смету по благоустройству двора, обратились с этим вопросом на ваш сайт с просьбой разобраться. И был дан ответ, что ремонт будет произведен до конца октября за спонсорские деньги. Сейчас уже декабрь, и все говорит о том, что ее ремонтировать не собираются. Эта площадка официально признана аварийной, на ней играть просто опасно для жизни. А во дворе собираются дети из четырех домов. Я думаю, что такие текущие вопросы и очень ответственные вопросы мэрии города Черкеска. Сейчас, может быть, попросим Алексея Олеговича прокомментировать. Добрый вечер, Рашид Бориспевич. Да, этот вопрос возьму на личный контроль. И до конца года эти работы мы выполним. Там уже произведено благоустройство двора. А детскую, вернее, спортивную площадку до конца текущего года мы отремонтируем. Будет ограждение, новое покрытие. Выполним эту работу. Ну да, ну это центр Черкеска, большой густонаселенный такой район. И поэтому хотел бы попросить, чтобы вы синхронизировали все эти вопросы-ответы с правительством Карачаева Черкесии. Потому что, ну, если мы обещаем, там, я официально отвечаю, что мы до конца октября должны сделать. А у нас 10 декабря не сделано. Поэтому давайте до конца года мы этот вопрос с вами закроем. Есть. Хорошо. Следующий вопрос адресует Мамотова Елена Владимировна из Черкеска. Обращается с просьбой об организации компьютерных классов для представителей старшего поколения. Из-за отсутствия соответствующих знаний и навыков многие граждане испытывают трудности в получении государственных, муниципальных и других услуг в электронном виде. В том числе и на портале госуслуг. Ну, у нас министерство цифровизации достаточно активно это занимается совместно с муниципалитетами. И вот если мы там несколько вопросов назад говорили о том, что у нас планируется там такое-то количество госуслуг вводить, то, конечно, здесь очень важно, если сегодня даже дети, молодое поколение на «ты» с компьютером, то я, например, уж точно хуже этим владею, чем мои дети. Конечно, то, что касается старшего поколения, это обязательно надо делать. И, по моей информации, на базе детской библиотеки города Черкеска, кстати, тоже по улице Международной, которая находится, такие курсы и, можно сказать, уроки с представителями старшего поколения будут проводиться и будут проводиться абсолютно бесплатно. Очень здорово. Байрамуков Руслан Юрьевич обращается. Его ребенок, Дзугов Амин, инвалид с детства, ДЦП, хотел бы попасть на новогоднюю елку или получить подарок от главы Карачаева-Черкесии. Возможно ли осуществить его желание? Ну, конечно, не, насчет подарка это однозначно. Конечно, мы Амину вручим подарок. А то, что касается новогодней елки, опять же, все будет зависеть от эпид-ситуации. Но пока на сегодняшний день наше такое коллегиальное решение не проводить такие массовые мероприятия, так как действует указ главы республики о проведении массовых мероприятий. А то, что касается подарка Амину, то, конечно, мы этот подарок обязательно решим. Я даже готов его вручить лично. Кунижев Таулан стоит в очереди на жилье как сирота. Возраст его уже очередь не продвигается. По данному вопросу был суд. Если решение суда, но ничего не предпринимается. У нас много нерешенных вопросов не только по тем судебным искам, которые дети сироты подали, но еще и сама очередь большая. Мы, например, только в 3,5 раза увеличили финансирование на приобретение жилья для детей-сирот по сравнению с 2019 годом. На самом деле, это такая очень серьезная проблема по всей стране. Только нам для ее решения необходимо на сегодняшний день порядка 860 миллионов. Но мы с каждым годом, я такую задачу ставлю правительству, чтобы мы увеличивали финансирование. У нас мы открываем аукцион на приобретение жилья на первичном и на вторичном рынке для детей-сирот. Поэтому такая задача стоит. И более того, я говорю, у нас же еще примерно такая же проблема есть и по молодым семьям. Здесь, конечно, и там тоже очередность до 35 лет. Потом начинают там из очереди как бы выводить. Поэтому вопрос по приобретению, ну вообще дети-сироты и молодая семья у нас очень такой серьезный. И вот следующий год, я думаю, будет такой для республики очень показательный в плане увеличения, кратного увеличения финансирования на приобретение жилья. Спасибо. А у нас сейчас звонок в студию. Здравствуйте, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте. У меня такая просьба, вопрос о помощи. Мы многодетная семья. Меня зовут Мануила Инна. Хочу попросить, чтобы, ну, как ни очереди, выдали нам жилье, потому что вот я только что встала от очередь из-за того, что муж из Украины и получил гражданство совсем недавно. И мы уже по 35 лет, скоро, может, будет через год. И хочу попросить, чтобы меня включили в очередь, потому что нам негде вообще жить. Живем просто у добрых людей. Помогите, пожалуйста, чтобы нам этот вопрос решить. Да. Я, Инна, дам сейчас поручение председателю правительства. Он лично с вами встретится, изучит вашу проблему. И я думаю, что мы обязательно постараемся вам помочь и решить вашу ситуацию. Мурат Олегович меня сейчас слышит. Я думаю, что ваши контакты мы сейчас возьмем. И он у вас готов встретить и принять даже завтра. Спасибо вам. Урусов Калычгирий Магомедович адресовал следующий вопрос. Часто возникают слухи о продаже конного завода «Карачаевский», что в народе вызывает негативные реакции. В целях сохранения карачаевского порода лошадей прошу вас решить вопрос о сохранении генофондного хозяйства в государственной собственности Карачаева-Черкесии. Мы говорили сейчас о красном Кургане. Конный завод «Карачаевский», который находится в Малокарачаевском районе, это акционерное общество, где 100% пакет принадлежит Карачаево-Черкесской республике. Сегодня, кроме как привлечения инвестиций, получения генофонда, регистрации, паспортизации, других мыслей нет. Я такое поручение уже давал Министерству сельского хозяйства нашей республики, они активно этим вопросом занимаются. Но что больше всего в этом вопросе интересует заявителя, то я могу с ответственностью заявить о том, что о продаже, реализации, приватизации Карачаевского конного завода речи на сегодняшний день вообще не идет. Это я ответственно заявляю. Атаров Олег Ибрагимович, старейшина Ола Зиюк, обращается с просьбой об устройстве подъездных путей к двум кладбищам в ауле Зиюка Хабетского района. Я так не готов ответить. Нас сейчас слышит глава района Хабетского Тимур Жужой, очень активно который занимается и социальными объектами, и в том числе объектами дорожной инфраструктуры. Я думаю, что он совместно с Министерством строительства этот вопрос возьмет на заметку. Конечно, такие дороги мы должны обустраивать. И хочу, чтобы меня сейчас правительство и председатель правительства, и министр строительства услышали, чтобы при необходимости оказали помощь району, в том числе и средств дорожного фонда. А сейчас давайте посмотрим другое видеообращение. Дом детского творчества города Карачаевска. Я прошу администрацию и мэра города Карачаевска не закрывать и ликвидировать Дом детского творчества. Нам очень нравится туда ходить. Очень хорошие кружки и учителя. Мы очень привыкли к нему. Очень хорошие кружки. Не раскидывайте нас по школам. Я вас прошу. Ну а как после такой просьбы можно на нее не отреагировать? Я, насколько знаю, о закрытии речи не идет. Речь идет просто о смене, я так понимаю. Альберт Асхадович, вы меня слышите сейчас, да? Добрый день, я вас слышу. Да. Мы вас тоже слышим. Ну, на такую просьбу, мне кажется, нельзя никак по-другому отреагировать, кроме чем сохранить все, как было, и чтобы у детей действительно была возможность. Мы над этим все время работаем, все делаем для того, чтобы, особенно то, что касается дополнительного образования наших детей, улучшать. Ну, я думаю, что... Ни о каком закрытии речи не идет. Мы просто формируем его, объединяем эмоции, детский дом творчества. Ну, расширяем его возможности, оптимизируем. Все дети, которые ходят, будут ходить. Все преподаватели, которые имеют кружки, будут их вести. То есть мы тоже за то, чтобы все у наших детей было хорошо. Здесь важно же, чтобы есть такое привычное расписание у детей, у родителей. Они к этому привыкли. Чтобы вот это сохранить, любые административные там небольшие реформы, ну, они должны быть незамечены для, самое главное, ну, опять же, повторюсь, для наших детей. Так и будет. Ну, отлично. Договорились. Спасибо. Спасибо. Тут два вопроса из Аула Абазакт. Первый. Карданова Альбина Муратовна просит в ауле Абазакт установить детскую площадку. Установим. Второй вопрос от Владимира Дагова. Жалуется на дорожные службы, которые вскрыли асфальт перед въездом в Аула Абазакт. Невозможно проехать везде ямы, вода. Ну, и глава района слышит, и министр строительства, я думаю, что разберутся с этой проблемой. Вот Харзинов Тимур из Аула Адагихабль обратился на участки федеральной трассы Кавказ после капитального ремонта и расширения дороги на повороте в аул Адагихабль участились дорожно-транспортные происшествия, в том числе, как ему кажется, из-за превышения скорости. Можно ли там поставить камеру, фиксирующую превышение скорости и знак, чтобы водители, въезжая в аул, снижали ее? Это федеральный участок автомобильной дороги. Я думаю, что у нас Минпром занимается с фото-видео фиксацией. Пусть вот прямо сейчас даю поручение, чтобы мы взяли этот вопрос на контроль. Но и в то же время поговорить с установкой знаков на федеральной автомобильной дороге это в компетенции ФКУ, Пурдорс, Северный Кавказ. Я думаю, что правительство свяжется, и мы обязательно установку таких знаков сделаем. Да, потому что у нас, к сожалению, при улучшении качества покрытия дорог, их расширения... Начинает летать. Ну, вот, к сожалению, вот так. И поэтому это уже тема отдельная, она и другая. Это по поводу безопасности дорожного движения и работы нашей комиссии. Здесь, я считаю, что это не только должны заниматься органы государственной власти, но и наши лидеры общественного мнения, духовные лидеры. Вообще-то и, в принципе, родители должны объяснять детям, которые впервые получают права и начинают, к сожалению, больше нарушать правила дорожного движения. Проблема очень серьезная, но то, что касается конкретно локальной этой проблемы, я думаю, Минпром совместно с правительством этим вопросом займется. А у нас сейчас новый звонок в студию. Здравствуйте! Говорите, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Я жительница аула Зиюка Бьюкова-Рита. У нас вот такой вопрос. В ауле Зиюка вода из-под крана идет мутная. Временами напор очень маленький. Прошу вас помочь в замене водопроводной сети для улучшения качества напора и подаваемой воды. На самом деле это, я считаю, одно из самых таких тяжелых проблем и вопросов. Но, как я уже и говорил, глава района, он не так давно работает, первым делом обозначил проблемы, которые сегодня основными он считает в Хабецком районе. Это проблемы водоснабжения. Хотя я хочу сказать, что эти проблемы касаются каждого муниципального района. И мы большую работу провели уже по заменам сетей, в том числе и в Зиюка, и в Беслинеи. Я думаю, что мы очень комплексно к этому вопросу подходим. И сегодня мы чувствуем и ощущаем поддержку со стороны правительства Российской Федерации, со стороны Минстроя. Мы очень активно участвуем в федеральном проекте «Чистая вода». И, конечно, очень тяжело, но эти вопросы решаются, и с мертвой точки они сдвигаются. Мы каждый раз более остро эту проблему ощущаем в летнее время, когда начинаются поливы огородов и так далее. Поэтому у нас целая программа и реализация вопросов по замене ветких сетей и вообще модернизации системы водоснабжения в республике. Мы очень активно в этом направлении работаем не только по линии Минстроя Российской Федерации, но еще и по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Поэтому мы обязательно этим вопросом будем продолжать заниматься. Спасибо. Вот тут несколько вопросов об отсутствии освещения. От Нелли Бимурзова из поселка Бавука. По центральной улице отсутствует освещение. От всех жителей поселка просим помочь установить опоры и провести освещение. Ну вообще я считаю освещение в любом населенном пункте очень важным таким критерием и понятием для такого социального самочувствия наших жителей. Ну у нас там, если вот сейчас уже темное время суток. Ну кто-то дети опять идут, кто-то со спорта каких-то занятий, с дополнительных занятий. Конечно они должны идти по освещенным и благоустроенным, ухоженным улицам. И здесь я думаю, что вот сейчас меня глава района слышит, обязательно он этим вопросом займется. И правительство поддержит, в том числе по энергосберегающим там лампам, по опорам. Вот Тимур Моевич меня слышит. Я думаю, что в контакте с правительством этот вопрос должны в ближайшее время решить. Договорились? Ну такой же вопрос и в ауле же в АКЖ или нет освещения. Ну так же меня слышит глава Дегабльского района. Поэтому я думаю, что этот вопрос мы так же решим. А вот совсем другой вопрос. Давайте договоримся так. Я говорю, решим. А давайте мы какие-то сроки поставим, чтобы мы это сделали. Например, максимум к такому... Давайте так, 1 июня поставим сроки. Хорошо, Рашид Борисович, принял. Будет выполнено. Да, договорились. Кащева Анастасия Александровна из Черкеска просит навести порядок в женской консультации Черкеска. Нет реактивов, бесплатных анализов, плат на УЗИ и скрининг. Ну, я знаю эту проблему, но она, насколько я понимаю, что сегодня уже так остро не стоит. Я попросил бы, я вот вижу, Владимира Селиванова прокомментировать. Добрый день, уважаемый Борисович Борисович. Проблема с анализами была на самом деле. Были задержки в поставке реактивов, потому что реактивы импортные. Ну, к сожалению, сейчас... Но там у вас еще и проблемы по оборудованию были? Насколько я понимаю, уже оборудование... Оборудование отремонтировано. Оборудование отремонтировано. С 13-го числа мы начинаем общие анализы делать без проблем. И к 20-му полностью переходим на нормальный режим работы. Ну, вообще, я считаю, что... Ну, это как минимум недопустимо. Это мы с вами сегодня говорим о улучшении демографических всех вопросов, увеличении средней продолжительности жизни нашего населения. А тут мы... Ну, есть, как я понимаю, есть какой-то определенный там срок действия того или иного оборудования. Мы же должны с вами заранее об этом смотреть, думать, профилактику его делать там. Либо думать о приобретении нового оборудования. Мы прекрасно понимаем, сколько реактивов и сколько там... На какое время требуется. Поэтому это все заранее надо просчитывать. Я бы вас попросил пристальное внимание там уделять, чтобы больше таких сбоев у нас не было. Больше такого не будет, чтобы произвели еще. Договорились. Денис Слам Урусов просит содействия в решении вопроса бесхозно пасущегося скота в Тиберде. Это не только в Тиберде касается. Ну, мы много говорили на эту тему. Опять же, это все-таки... Понятно, что это работа муниципалитетов. Понятно, что это работа где-то может быть и сотрудников ДПС. Но, в первую очередь, это ответственность собственников. И здесь, конечно, синхронизировать всю эту работу должны местные муниципальные власти. Ну, откровенно скажу, мне там сложно будет заниматься этим вопросом, находясь здесь в Черкесске, заниматься вопросом, когда бесхозно у нас скот. И во всех наших ущельях. И люди приезжающие сталкиваются, да и местные жители сталкиваются с проблемами. Тем более, много случаев, когда происходят дорожно-транспортные происшествия. Поэтому я здесь попрошу вот и всех глав, не только сейчас обращаюсь к мэру Карачаевского городского округа, если это речь идет о Тиберде, а еще и ко всем главам городов и районов, чтобы проведите советы, создайте комиссии. Ну, и этим работам, этой работой надо очень плотно и ответственно заниматься с привлечением, опять же, глав сельских поселений, от чьей работы очень много в этом направлении зависит. А у нас звонок в студию. Добрый вечер. Добрый вечер, Рашид Борисович. Я ученик 8 класса тела ТРЗ, 2-е подам. Полгода назад я стал заниматься коллекционированием юбилейных и иностранных монет. Недавно узнал, что вышли две монеты. Одна монета номиналом 3 рубля, посвященная столетию Карачаевой Черкесии. Одна номиналом 10 рублей, посвященная самой Карачаевой Черкесии. Мне очень хотелось, чтобы эти монеты появились в моей коллекции. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы, как вам сказать, подарили или сделали так, чтобы эти монеты появились в моей коллекции. Адам, вот сейчас меня слышит Рамазан Пахатович, глава Малокарачаевского муниципального района. Я ему лично передам эти две монеты, а он вам их вручит. Хорошо. Спасибо большое. Обращение Иркенова Умара Ахматовича. В этом году были перебои с электричеством в поселке Домбай. Ведется ли работа по улучшению надежности электроснабжения курортной зоны, учитывая, что скоро открытие горнолыжного сезона? Ведется. И на самом деле, все-таки, мы в последнее время по Домбаю, вот сегодня я говорил и о строительстве дома культуры. И на самом деле, за последнее время очень большая работа проводилась и по дорожной инфраструктуре, и в том числе по новым инвестиционным проектам. Это и новые канатные дороги, и гостиницы. Конечно, по сетям электричественным, тем более мы понимаем, что Домбай у нас все-таки самый такой населенный пункт, где самые большие обильные осадки там и снега, и обледенение происходит. Поэтому мы совместно с МРСК и с правительством этим вопросом, конечно, занимаемся. И по нашей программе, и в том числе по инвест-программе Россетей, мы сейчас занимаемся работой по замене опор и, конечно, самих сетей. Поэтому я думаю, что в ближайшее время для нас это очень важный момент, это энергобезопасность, чтобы мы реконструкцию сетей проведем обязательно. Даюнов Абдурахман Мусавич, заслуженный учитель республики, интересуется, входит ли в проект капремонта или строительство школы Аула Сарытьюз, которая была построена в 30-х годах прошлого столетия? Ну, как я помню, я сам этот список смотрел. Исходя из того, что мне коллеги докладывали с Министерства образования и науки нашей республики, с Министерства строительства, школа Сарытьюз там присутствует. И в следующем году мы такое поручение, я уже коллегам недавно на оперативном совещании дал, о том, чтобы мы уже в феврале зашли в капремонт, а по сути это будет полная реконструкция школы, чтобы к первому сентября уже дети могли пойти в новую отремонтированную школу. Этого года? Да, 2022 года, да, следующего года. Ну, и только на следующий год у нас 23 школы, ну, 23 школы, 24 объекта образования будет. Вот, а так и помимо вот школы в Сарытьюз, еще будет отреконструировано, ну, 22 школы получается. Или 23, ну, могу сейчас ошибаться. Ну, большое количество, это на самом деле те школы, которые требуют капитального ремонта. Это, я вообще считаю, что это для нас такое очень классное подспорье, потому что, ну, очень много школ у нас, которые 30-х, 40-х, 50-х годов постройки. Ну, вот, это только следующий год. А так мы еще заявляемся и на 23, и на 24 год. Поэтому вот такая очень серьезная программа, наверное, впервые в истории современной России, когда такое внимание к капитальному ремонту наших образовательных учреждений. Малсюгенов Ибрагим Аубикирович, села Учкикен, Малокарачаевский район, интересуется, когда будет ремонт дороги Учкикен-Карачаевск? Ну, она называется еще с советских времен Кисловодск-Карачаевск. Вот у меня недавно была встреча с заместителем писателя правительства, установленным Маратом Шакерзиановичем, где было дано поручение и Росавтодору России, и в том числе Минтрансу о выделении денежных средств. Мы следующий год будем заниматься главгосэкспертизой и проектно-смертной документацией, которая, в принципе, уже готова, но мы ее доработаем. Я думаю, что в 2022-2023 год мы можем, уже имеем возможность такую, чтобы приступить, ну, в принципе, это не ремонт, это реконструкция, на самом деле. То есть даже расширение будет? Ну, расширение сложно сказать. Сегодня у нас там, по-моему, 3,5 метра полоса дороги, но мы, как минимум, должны прийти там 4,15. Я сейчас, у меня коллеги могут поправить, уже как-то, может, чуть отстал от современных всех этих. Но капитальный ремонт дороги, который на самом деле свяжет не только курорты с курортами, а это все-таки, я вообще считаю, что это одна из самых красивых и живописных таких дорог, где на каждом метре можно останавливаться и любоваться природой. Вид на Эльбрус? Да. Продолжая дорожную тему, Щелохов Владимир Викторович просит уточнить, когда будет строиться объездная дорога в Черкесске. Уже пару лет как слышали, что начнется строительство. Интересуются, так как живет там, где должна проходить дорога? Ну, я думаю, что жители республики видят, как у нас динамично развивается дорожное строительство, и не только федеральных дорог или дорог регионального значения, но еще и муниципальных и межмуниципальных. У нас готов проект, опять же, на этой встрече с вице-премьером, курирующим дорожную отрасль в Хуснулином, этот вопрос тоже был мною поднят и поддержан. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы у нас также там есть... Ну, это больше будет зависеть с учетом того, что федеральная трасса, конечно, от нашей совместной работы с ФКУ Пурдор-Северный Кавказ, но понимание есть, понимание есть и со стороны Росавтодора, и понимание есть со стороны Минтранса. Самое главное, есть поддержка правительства Российской Федерации. Я думаю, в ближайшие год-два мы приступим к реконструкции. Тем более, мы саму обездную сделали, спуск заканчиваем со стороны Пятигорска. А обездная, она сама пойдет в продолжение шоссейной с выходом, где село Знаменка уже на федеральной трассе, ну, перед тут же готовой. А у нас сейчас видеообращение. Пожалуйста. Здравствуйте, Рашид Борисбевич, меня зовут Чубкаева Баладжан, и я являюсь региональным координатором всероссийского движения «Волонтеры культуры». Активной деятельностью общественной мы занимаемся с 2016 года, и за это время мы стали самым популярным движением в республике и реализовали несколько проектов, в том числе поддержанных фондами, фондом президентских грантов, и сталкиваемся из года в год с одной той же проблемой. Это отсутствие общей локации и помещения, для того, чтобы сделать, значит, нашу организацию, деятельность нашей организации более эффективной. В этом году приняла участие в качестве резидента в международном форуме гражданского участия, где были другие координаторы регионов, и они как раз-таки решили эту проблему с помощью глав республики. Им были выделены помещения на базе культурных учреждений, либо просто помещения свободного назначения. Рашид Борезбевич, эта проблема очень важна для нас, и мы, в свою очередь, хотим продолжать развиваться, но это нам мешает. Ждем от вас обратной связи, участия. Всего вам доброго и до свидания. Да, я прямо сейчас дам поручение, наверное, министру культуры, чтобы он вас пригласил, встретился, пообщался. Мы, на самом деле, очень много домов культуры реконструировали, построили, и, в принципе, в разных сельских поселениях, где библиотека есть, где какие-то дополнительные кружки. Но я думаю, что такое место мы, в принципе, в состоянии найти, потому что мы... Ну, я уже сам даже со счету сбился, какое количество мы домов культуры построили и отреконструировали. Ну да. Поэтому я... Вас пригласит министр культуры, и с вами на эту тему пообщается. Я ему дам поручение, чтобы он вам поспособствовал. А у нас звонок в студию. Добрый вечер. Вы в эфире? Добрый вечер. Добрый. Да. Говорите. Да. Ваш вопрос. Я хочу узнать, ну, спросить, вот, нам очень тяжело ездить со станицы Зеленчуцкого района, Сурупского района, в диализмный центр в Черкесе. Два часа туда, два часа назад. Вот хочу узнать, у нас сейчас строится станица Зеленчуцкая. Хочу узнать, когда его пустят. Все отлаживают, отлаживают, отлаживают. Вот мой вопрос. Да. Ну, а насколько я знаю, этот вопрос на контроле и у Минздрава, и у главы района, и там речь идет о подписании ввода в эксплуатацию, но там такие уже, ну, как правильно сказать, штришки завершающие. И когда будет полностью он готов, я так понимаю, что это начало следующего года, я сейчас Алексея Николаевича попросил бы, прокомментируйте, пожалуйста, какая ситуация. Добрый вечер, уважаемый Рашид Владимирович. Там остались незначительные отделочные работы. Как они будут окончены, мы сразу подписываем ввод в эксплуатацию, и идеальный центр будет функционировать. Мы постоянно на связи с руководителем, который занимается строительством. Ну, договорились. Я бы еще Минздрав попросил бы с районом, с той компанией, которая строит, все это синхронизировать, потому что это большая проблема не только для жителей Зеленчугского района, она, в принципе, это будет второй у нас такой центр в республике, который позволит людям и из Урубского района, и из Зеленчугского, и из Хабецкого района, и даже, может быть, и из Карачаевского района, которым будет ближе ездить в Зеленчуг, чем в город Черкесск. Ну, примерно, по вашим ощущениям, когда вы его ведете в эксплуатацию? Рашид Владимирович, начало 22-го года. Начало 22-го года через месяц, даже через 3 недели. Ну, я понял. То есть, первый квартал 22-го года. Да, Рашид Владимирович. Хорошо, послушайте. Спасибо. Вопрос от Фатимы Байрамуковой. Микрорайон Московский, густонаселенный, участок города Узжигуты, где компактно проживает 8 тысяч человек. Постоянные ремонты ветхих коммунальных сетей привели уличную дорожную сеть в плачевное состояние. Планируется ли ремонт дорог в ближайшее время? Ну, очень достаточно активно глава Узжигутинского муниципального района к этому вопросу подходит. Особенно то, что касается микрорайона Московский, в том числе и по парковой зоне. Я думаю, что вот он слышит сейчас, вместе с Министерством строительства, с КЧА «Автодором» обязательно предусмотрят средства на следующий год для издорожного фонда республики. Поясните, Мурат Алибович. Прошу, Дмитрий Смиревич. Да, безусловно, мы на следующий год запланировали средства для... Не могу сказать, что на весь поселок, но тем не менее запланировали средства для того, чтобы привести в соответствие дорожную... Вы мне отдельно представьте вместе с... Сейчас Ренат Русанович меня тоже слышит. Вместе... Отдельно мне представьте по микрорайону Московскому и не только по внутрипоселковой дорожной сети, а еще и по придомовым территориям. Что тоже очень важно. Параллельно это... Делать это параллельно. Договорились? Жду от вас информации. Спасибо. Вопрос из Абазинского района. Анета Капсергенова спрашивает. Есть ли возможность открыть центр «Точка роста» в средней школе Аула Кубина? Ну, я сейчас так не готов ответить. Я думаю, вот сейчас... Инна Владимировна, вы слышите нас? Да, прокомментируйте, пожалуйста. Не слышно вас. Вас не слышно. Добрый вечер, уважаемый Рашид Борисович, уважаемые телезрители. В Ауле Кубина в средней школе в 22-м году в рамках национального проекта образования, регионального проекта «Современная школа» у нас запланировано как раз создание «Точка роста». Поэтому в 22-м году такая возможность для школы появится. Договорились. Спасибо. Руслан Эбзеев, его вопрос. В последнее время трудно добираться с села Чапаевского до города Черкесска в утреннее время, а именно к 8 часам на работу и учебу. Просим оказать содействие в этом вопросе. Меня Минпром слышит. Я думаю, что вы возьмите на контроль этот вопрос и совместно и с главой района, и с мэром города отработайте. Потому что большой населенный пункт вблизи города Черкесска. Тем более мы там все-таки планируем и новый жилой комплекс строить примерно в этой стороне. Поэтому обратите внимание и посмотрите и по транспорту, и по количеству маршрутов. И самое главное, надо понять запрос от жителей, во сколько удобно ставить этот маршрут. Вот это важный момент. Договорились? Из Урубского района вопрос. Киншакова Нелли Герасимовна. Инвалид первой группы. Удобство на улице. Подала заявку на коляску. Коляску выдали, но за ней надо ехать в Черкесск. Ну, я, наверное, сейчас к министру труда и социальной защиты обращусь. Руслан Айсович, вы сами лично проконтролируйте этот вопрос, пожалуйста. Если это там федеральный соцстрах, то совместно с ними. У нас люди не должны там понимать, тем более, которые находятся в такой тяжелой жизненной ситуации, кто за что отвечает. То ли это соцстрах, то ли это минтруд. Вы поэтому сами. И Михаил Федорович, к Зайцеву обращаюсь. Посмотрите, пожалуйста, сами, что за условия такие. И если есть, ну не есть, а окажите содействие в решении этих вопросов. Тем более, если человек такой с ограниченными возможностями здоровья. Договорились? А вот вопрос из Зеленчукского района. Мария Николаевна Петригина. Построили ФАП, но отливы для сточных вод не сделали. Вследствие чего плитка и скамейка возле ФАП испорчены. Ну, Ренат Русланович, вы проедьте, посмотрите. Ну, это я все время говорю про эти ФАПы, вернее, про сливы, куда они должны уходить. Мы плитку строим, и потом выход делаем слива, который завтра там лед получается. Ну, мы должны делать там все-таки такие, от лоды и колодцы. Договорились? Посмотрите, и кто-то, кто строил, пусть подрядчик эти нарушения, а это нарушения в проектно-смертной документации, пусть он их устраняет. А вот интересный вопрос из Хабецкого района. Тутов Хизир Ауесович. В 2019 году правительство выпустило постановление об упорядочении адресного хозяйства. До сих пор нет названий улиц, номеров домов на теленных пунктах Хабецкого района. Работая курьером, сложно ориентироваться. Просит принять меры. Ну, как? Нет, у нас в каждом населенном пункте улицы, мне кажется. Ну, я не готов ответить. Может, Тимур, прокомментируете? Рашид Борисбеевич, да, на самом деле такая проблема в Хабецком университете существовала много лет. Но, начиная с начала этого года, мы постепенно во всех сельских поселениях приводим адресное хозяйство в порядок для улучшения работы медиков и почты. Все, понял. А сейчас у нас видеообращение, пожалуйста. Вот двор Кирова, 22, Комсомольская, 40, сетка по всему периметру. Вот такие дырки. Вот. Сетку меняли в последний раз в 2008 году, то есть прошло 13 лет. У нас очень большой двор, здесь 5 домов находятся только в этом дворе. Плюс в соседних домах тоже приходят ребята играть. Вот эти огромные дыри, они также угрожают здоровью тем, кто сидит на скамейках. Особенно здесь часто сидят летом пожилые люди. Вот. Поэтому просим вас принять меры и помочь нам в решении нашей проблемы. Поменять ребятам и всем нам, жителям, для нашего спокойствия, для детей, за взрослых, за себя. Чтобы мяч, извините, не дай бог, кому-то в голову не прилетел. Просим вас помочь нашей проблеме. Ну, Алексей Олегович, я думаю, что этот вопрос надо решить. Но там обратите внимание еще, если там пожилые люди находятся, вот как расположены скамейки. Во-первых, они без, ну, как правильно сказать, ну, в общем, без спинок, да. И они находятся прямо на территории газона. То есть это, ну, как бы на такие вещи, это вроде мелочь, ерунда. Да, это, ну, не такие уж большие затраты, но зато людям старшего поколения гораздо удобнее будет все-таки проводить там свободное время. А что касается этой сетки, которая там вокруг спортивной площадки, ну, я думаю, вы посмотрите, может быть, сегодня есть смысл более такие, как бы, современные там методы применить. Хорошо? И давайте мы к весне этот вопрос решим с вами. Да, принято. Хорошо, прошу. Спасибо. Хамид Магомедович Шевкаров из Хабецкого района. Интересуются, когда начнут выдавать жилье полицейским? По 15-20 лет уже стоят в очереди. Так, ну, откровенно говоря, мне сейчас сложно ответить. Я переговорю с руководством МВД по Карачаево-Черкесии, которые, на самом деле, очень активно занимаются и служебным жильем для полицейских. Я уточню, и обязательно мы администрации, своей администрации поручаю взять этот вопрос на контроль и обязательно ответить заявителю. Горобцева Наталья Александровна жалуется, что не выделяют путевку в детский садик ребенку. Просит помочь в решении вопроса. Из Черкеска. В какой садик? У нас садик. Фамилия, имя? Да, есть. Горобцева Наталья Александровна. Телефон все есть. Алексей Левисович, запишите, и пусть Горано там свяжется и обязательно ответит. У нас таких проблем нет вроде бы с выделением путевок. Слава Богу, мы очередность не только от 3 до 7 лет закрыли, мы еще и от 0 до 3 сегодня, вот только 8, если и садов построили в городе Черкесске. Так, а у нас звонок в студию. Здравствуйте. 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 Говорите, мы вас слышим. Здравствуйте. Меня зовут Айшат Лайпанова. Я хотела бы задать такой вопрос. Возможно ли открыть в северной части города какие-нибудь кружки или секции, где бы дети наши могли бы заниматься? У меня в этой школе учатся двое детей. Просто хотелось бы, чтобы они помимо учебного процесса еще и развивались дополнительно. Спасибо за вопрос. Ну, насколько я знаю, в 18-й школе у нас планируется, ну, я думаю, коллеги меня поправят, Минобор или мэрия, открытие кванториума и дополнительных кружков для образования наших детей. Более того, у нас в северной части, ну, это где микрорайон северный, у нас открытие школы, которая будет в том числе и для одаренных детей, там, детских садов. А так я с вами согласен, и мы на эту тему общались и с мэром города, и понимаем, что у нас нету и спортивных сооружений там, хотя гуссонаселенный район, и мы вот там планируем в том числе построить и физкультурно-оздоровительный комплекс еще в городе Черкесске, в северной части, в районе 18-й школы. Я правильно говорю, Алексей Олегович? Борис Певич, на территории 18-й школы мы сейчас занимаемся уже проектированием объекта. Там был построен открытый стадион, и сейчас мы занимаемся проектированием закрытого физкультурно-оздоровительного комплекса. А что по доп. образованию? По доп. образованию в 18-й школе в следующем году планируется открытие кванториума, это уже второй кванториум будет в городе Черкесске, и там планируется, что дети смогут заниматься инженерией, 3D-моделированием, лазерными технологиями. Робототехникой? Робототехникой в том числе. Хорошо, спасибо. Лайпанова Светлана Борисовна из Карачаевска говорит, с самого начала топительного сезона у нас периодически нет горячей воды и отопления. Эта проблема наблюдается во всем городе. Не можем достучаться до городских властей. Помогите нам восстановить отопление, уже ведь декабрь. Мне сложно это сейчас прокомментировать, но я точно знаю, что и городские власти города Карачаевска, и лично мэр этот вопрос, и вообще каждый глава района держат на особом контроле. Может быть, вы прокомментируете как-то, Альберт Искатович? Да, мы эти вопросы все время контролируем. Вопросы возникают, но они всегда в зиму возникают. Только вот не даст стучаться этот вопрос именно по этому адресу, по этому дому. Я не знаю, я каждую вторую пятницу два раза провожу приемы, до 40 человек бывает. То есть неогранительно провожу приемы и в рабочее время провожу. То есть я этот вопрос слышу. Ну вы возьмите на контроль, конкретно этот адрес посмотрите. Ну и хотел бы и вас попросить, и даже себя об этом тоже прошу часто, и коллег. Мы давайте не будем так реагировать, вот когда люди говорят, даже не достучаться. Понятно. Ну, у людей есть эта проблема, то их надо услышать. И даже, может быть, проводить приемы, ну тоже так, чередовать их. Не только, допустим, здание администрации, и проводить прием граждан, или такой сход граждан, вот в таких больших дворовых территориях. Я думаю, и вам так это будет удобнее. Но еще раз хочу сказать, я знаю, что вы держите все эти вопросы, особенно то, что касается жилищно-коммунального хозяйства, да и вообще в целом проблем города на личном контроле. Ну, раз есть вот такая какая-то несостыковка, возьмите на личный контроль, пожалуйста. Хорошо? Понял, согласен. У нас новое обращение. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Расвит Борис Биевич. Меня зовут Бастанов Самат. Я учусь в третьем классе в гимназии номер 18. Я люблю ходить в школу в будущем. Я тоже хочу стать президентом. Я хочу побывать у вас в кабинете в Доме правительства. Приходи. Жду в понедельник. Когда удобнее. Ну, в общем, мы свяжемся. Так что на следующей неделе я с удовольствием тебе сделаю экскурсию и с тобой пообщаюсь. После занятий или во время? Ну, подумаем, там, в понедельник или... Во время приятного. Ну, на следующей неделе. Да. До... Да, обязательно до конца года мы увидимся. Хасан Узденов из Сарытьюза просит огородить свалку в ауле Сарытьюз. Антисанитарные условия в ауле. Домашние животные травятся, распространяется зараза. Ну, я думаю, что и глава района слышит, и, наверное, министру природных ресурсов такое поручение. Обратите внимание. Предоставьте мне фото, видео, материалы и проект решения этой проблемы. Хорошо? Милия Кестцева Оксана Анатольевна из Черкеска. Ее бабушка, Конькова Елена, во время войны работала в совхозе, но как участнику ей ничего не платят, так как данных в этом совхозе и самого совхоза уже нет. И сейчас никаких год не получает. Все коммунальные услуги платят в полном размере. О каком совхозе? Не написали. Ну, я думаю, что мы свяжемся обязательно и выясним эту ситуацию. Адрес, все, есть телефон. И обязательно ответим заявителем. Джигутанова Раиса Петровна просит оказать содействие в установке лежачих полицейских по улице Коста Хитогорова в Черкесске. Ну, это вопрос, который надо согласовывать с ГИБДД. Я думаю, что Алексей Олегович пообщается, насколько там необходимость. Потому что есть тоже определенные ограничения. Мы же везде их тоже расставлять, их тоже нельзя. Ну, посмотрим обязательно, обратите внимание. А вот Асиат Даулова обращается с просьбой о благоустройстве территории фельдшерско-акушерского пункта Хутора Евсеевский. Министр строительства или министр здравоохранения, ответьте, пожалуйста. Потому что у нас строительство или реконструкция ФАПов, они всегда при дворовой территории должны быть. Огороженные. Хорошо, Борис Бич, ну, функции застройщика были переданы в УКСУ. Значит, ФАП там у нас новый по программе модернизации. Нет, застройщика, если он в эксплуатацию введен, он в эксплуатацию введен, он в вашем ведомстве, в вашем подведе. Уже все, он введен. Ну, вы же должны понимать, где ваши люди работают. Да, Мурат Азонович, вы мне там, или ты, Ренат Азонович, кто ответит, кто прокомментирует? Ну, у нас площадка... Я бы главу района сейчас послушал, Хапиштова. Добрый вечер, Рашид Борисович. Да, слушаю, но вас не показывают. Хапиштова нам, пожалуйста. Добрый вечер, Рашид Борисович. Да, слушаю вас. А что там за ситуация? Благоустройство проведено. Есть у нас уложена плитка тротуарная, но подъезд, там небольшой участок дороги, гравийный. Мы запланировали на первый квартал заасфальтировать, подъезды и стоянку сделать. Хорошо. Тема озвучена, мы в курсе, а вопрос неправильно просто поставим. Благоустройство территории сделано, Рашид Борисович. Они просят подъездные пути, скорее всего. Ну вы все равно, фото, видео, такие материалы мне отправьте, я посмотрю. Хорошо, пока сам не доехал. Хорошо. Спасибо. Руслан Азриталевич Урусов просит разобраться, помочь с перебоями в электроснабжении поселки Архыз. Постоянно наблюдается низкое напряжение. Мне сложно сейчас прокомментировать это. В поселке Архыз или у нас там новая линия. Мурат Олегович, прокомментируете как-то? Рашид Борисович, добрый вечер. У нас там новая линия и подстанция новая. Мы уточним эту информацию и более подробно вас проинформируем. Не, ну у нас там и 115-ка есть, и этот, ну я не знаю, там какие перебои идут. ВЛ-ка. Ну вы узнаете, уточните. У нас по Домбаю была зафиксирована авария, а по Архызу мы пока ни разу не... Ну вы внимательно посмотрите, у нас же там строится еще большое количество новых гостиниц. Там вообще что по тех присоединению по их. Ну вот совместно с МРСК уточните и доложите мне, пожалуйста. Есть. А у нас сейчас звонок. Здравствуйте. Говорите вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Салпагаров Мурат. Я являюсь социальным предпринимателем. Возглавляю социальное предприятие в Карачаево-Черкесии. Мы создаем и сохраняем рабочие места для инвалидов. В последнее время, к сожалению, у нас появились проблемы, для решения которых требуется финансирование. Хотелось бы приобрести в следующем году для модернизации производства новые станки. В этой связи хотелось бы узнать у вас, Есть ли на сегодняшний день какая-нибудь региональная программа для создания новых рабочих мест и для модернизации, поддержка для предприятий? И есть ли возможность воспользоваться этой мерой? И будет ли такое же финансирование в следующем году по приобретению новых станков? Я бы попросил вас оставить все свои координаты. На вас выйдут из Министерства экономики, экономического развития нашей республики. У нас есть и региональные программы, и федеральные программы, которые позволяют помогать бизнесу. Здесь может быть совместно с Министерством труда и социальной защиты, если вы социально ориентированы, если тем более для людей с ограниченными возможностями у вас предприятия. Я думаю, что мы обязательно такое направление поддержим. И при необходимости даже примем нашу внутреннюю региональную программу. Фариза Китова из Черкесска просит сделать одностороннее движение по улице Ворошилова и закрыть въезд с улицы Первомайской, так как это двустороннее движение создает опасную обстановку. Ну, опять, вы знаете, мы стараемся в городе Черкессии особенно развивать дорожную сеть и что-то закрыть и сделать односторонним. Это всегда ухудшение дорожной сети. Тем более у нас с каждым годом минимально 25-30% прирастает автотранспорт. Поэтому, ну, здесь городские власти посмотрят, опять же, совместно с ГИБДД, только так можно будет этот вопрос рассмотреть. Ну, опять, знаете, там, условно говоря, по моему желанию, что я хочу, чтобы здесь только одностороннее движение было или движения не было вообще, ну, так решение не приниматься. Мы обязательно изучим и, конечно же, ответим. У нас сейчас видеообращение. Давайте посмотрим. Уважаемый Рашид Бориспельевич, меня зовут Нурсиад, и я студентка второго курса Аграрного института. Когда я приехала на первый курс в город Черкесск, я часто посещала аллею Первомайскую. Здесь было очень атмосферно, горели гирлянды, и было очень красиво. А сейчас уже почти в преддверии Нового года, и гирлянды не горят. Не могли бы вы как-то посодействовать тому, чтобы гирлянды на аллее Первомайской снова включили? Это бы создавало дополнительную новогоднюю атмосферу. Спасибо. Я думаю, что Алексей Олегович услышал, и почему не горит действительно? Мы же там с вами ходили, смотрели, чтобы еще и продолжить все эти гирлянды. Чем там служить? Да, Рашид Борисович, на самом деле, иллюминация, которая была уже в сроке эксплуатации, ее вышел, и мы приняли решение полностью ее заменить, сделать новую иллюминацию. И сейчас практически уже завершены проекты работы. В Первом квартале 2022 года эти работы будут завершены. Будет новая иллюминация. Да, мы сделаем иллюминацию, когда у нас световой день будет до 10 вечера. А интереснее же, когда в зимнее время, тем более в предновогоднее. Я к тому, что... Вы же не вчера узнали, что срок эксплуатации там закончится. Поэтому такие вопросы, мне кажется, надо... Это действительно создает настроение людям, особенно деткам. Это такое улучшение социального самочувствия. Мы постараемся, нормально, быстро. Хорошо. Идеев Борис Бихамидович просит дать разъяснение по переселению из ветхого жилья. Существует ли эта программа? Конечно, существует. Мы первые в Российской Федерации, кто досрочно закончил переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, признанным таковым до 1 января 2016 или 2017 года. Сегодня у нас 35 тысяч квадратных метров, признанных ветхим и аварийным в республике. Мы заявились в программу, мы в ней участвуем. Я думаю, что также мы досрочно эту программу завершим. А так, за все время программы мы, если мне память не изменяет, переселили около 3 тысяч человек из ветхого и аварийного жилья. Рашид Борис Бихамидович, остается совсем мало времени в эфире. Я не могу не задать вопрос, который и меня интересует, и всех жителей Карачаева-Черкесии. В следующем году мы празднуем столетие со дня образования Карачаева-Черкесской автономной области. И также 30 лет наша Карачаева-Черкесия в составе республики. Как мы будем праздновать? Ну, все-таки, опять же, я надеюсь, что и эпидситуация у нас в следующем году улучшится. И мы, все-таки, самым большим подарком лично для меня было бы, конечно, чтобы мы избавились от этой заразы. Поэтому, опять же, я призываю наших жителей быть ответственными, обязательно прививаться. И тем самым мы, ну, многие вопросы, которые сами себе усложняем, ну, и усложняются благодаря вот этой пандемии, мы, конечно, их сможем решить. А так, мероприятия, они запланированы в течение всего календарного года. Мы берем все-таки истоки с 12 января 1922 года. И прямо именно с 12 января начнутся такие и праздничные мероприятия, в том числе культурные, образовательные. И они будут не только на территории Карачаева-Черкесской республики, и, конечно же, в столице нашей Родины. Мы обязательно проведем там культурные мероприятия. Конечно же, следующий год, это будет еще год, в год юбилея республики, ознаменован открытием многих социальных объектов, социально значимых объектов, культурных, спортивных, в том числе и касаемых в жилищно-коммунальном комплексе. В следующем году мы официально, торжественно откроем не только стадион, о котором я говорил сегодня, а и нашу соборную мечеть в городе Черкесске. Это вот будет все приурочено к столетию республики. Так что мероприятий очень много, планов много, задач очень много, но ни в коем случае это не снимает с нас ответственности решать те текущие вопросы, которые вот сегодня мы слышим интересуют жители нашей республики. Это наша прямая обязанность их решать. Я думаю, что вот так совместными усилиями и при той поддержке, которую мы сегодня чувствуем со стороны нашего президента Владимира Владимировича Путина, который и подписал указ о праздновании столетия республики, мы чувствуем всестороннюю поддержку, такую же поддержку мы чувствуем и со стороны правительства Российской Федерации, полномочного представителя. Все это нам помогает решать те насущные социальные проблемы, которые сегодня больше всего волнуют наших жителей. Рашид Борисович, напоследок, Ваши впечатления от сегодняшнего эфира? Ну, Вы знаете, мы не первый раз вместе с Вами уже проводим прямой эфир с жителями. Я считаю, что вот опять же в юбилейный год, считаю, что надо его проводить как минимум два раза в год, потому что на самом деле для меня это очень большое подспорье. И ты, вот я знаю отношения своих коллег, это и членов правительства, и глав городов, районов, я знаю их отношения к тем проблемам, которые сегодня существуют. Я знаю, что они их знают, что они ими живут и по максимуму их стараются решать. Но в то же время есть какие-то препятствия, где только совместными усилиями и совместными усилиями и власти, и общества мы сможем их решить. Поэтому, конечно, для меня всегда такие встречи очень полезны. Я благодарен нашим жителям, жителям Карачаева-Черкесии. И хочу их всех поблагодарить. И уже, в принципе, могу поздравить с наступающим новым 2022 годом, пожелать крепкого здоровья, успехов и того, чтобы мы все вместе делали нашу республику еще краше и лучше. Спасибо вам, Рашид Борисбеевич. Спасибо и нашим телезрителям за такую активность. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин